ПЕСНЯ Издавна народы Карачаева-Черкесии славились своими традициями, обучиями и обрядами. В фольклорном ансамбле «Алибек» из Карачаевска убеждены, в многонациональной стране важно сохранять уникальные народные песни. Не нарушая манеру исполнения, сохраняя солиста как ведущего исполнителя, они под руководством основателя коллектива Шамиля Хубиева ввели многоголосное сопровождение «Изю» с полифоническим звучанием. Уникальное исполнение старинных карачаевских песен оставило незабываемое впечатление в зале. Собравшиеся были приглашены на открытие Декады литературы, искусства и науки карачаевского народа, которую ежегодно по традиции проводят сотрудники Государственной национальной библиотеки. Перед началом мероприятия они ознакомили собравшихся с выставкой, на которой представили книги более 180 карачаевских авторов. Там же кандидат филологических наук Фатима Мамчуева рассказала об истории развития карачаевской литературы, начиная с послереволюционных лет. Когда властвовал фольклор с его упором на поэзию, со стихами и поэмами Хаспута Кучкарова, Исмаила Семенова-Джурче, в 30-х уже публикуются стихи Иссы Каракотова. Начинают свой творческий путь Осман Хубиев и Халимат Байрамукова – будущие классики карачаевской литературы. В том числе и их творчество исследовала основоположник карачаевского литературоведения, критик и ученый Асиат Караева, чье столетие отмечали на открытии декады. На мероприятие были приглашены представители исполнительной власти, науки, общественных организаций. Присутствовавшие отмечали ее заслугу в создании письменной истории не только родной литературы, а в большей степени культуры в целом, осмыслении ученым творчества ведущих писателей, определивших путь и становление карачаевской литературы. Асиат Исмаиловна – автор целого ряда проблемных исследований, посвященных актуальным темам многонациональной литературы, среди которых такие монографии, как «О военной прозе в карачаевской литературе», «Обретение художественности». Она ввела в научный оборот карачаевскую литературу, что сделало ее имя широко известным далеко за пределами нашей республики. В 60-е годы прошлого столетия Карачаево-Черкесским научно-исследовательским институтом были выпущены солидные монографии и сборники трудов по истории, литературе, языкам и фольклору народов Карачаева-Черкесии. Конечно же, это благодаря тому, что Асиат Исмаиловна была талантливым ученым и прекрасным организатором науки. Будучи заместителем директора НИИ по научной работе, Асиат Караева способствовала изданию этнографических очерков, словарей на языках народов Карачаева-Черкесии, учебников и хрестоматий по истории карачаевской литературы. Благодаря ее личному ходатайству в Комитет по науке и технике многие карачаевские ученые были направлены в различные институты страны, что было очень непросто для представителей репрессированного народа. Сама же она с 1958 по 1961 год училась в аспирантуре Института мировой литературы в Москве, где защитила кандидатскую диссертацию под названием «Становление карачаевской литературы». На ее основе там же, в столице, публикуется фундаментальный труд ученого – «Очерк истории карачаевской литературы». В 1988 году, как высококвалифицированный литературовед, она была приглашена в США для участия в работе Третьего международного конгресса по проблемам Центральной Азии и Кавказа. Вклад Асиат Караевой – замечательной дочери карачаевского народа, крупнейшего ученого России, безусловно, огромен. Ей по праву принадлежит почетное место в ряду представителей интеллигенции народов Карачаевой Черкесии. Широко известна и деятельность супруга Асиаты Смаиловны. Масханук Караев входил в состав первой телегации, отправившейся в Москву с просьбой о реабилитации карачаевцев. Дочери Зухра и Лейла – известные в республике ученые. Они также присутствовали на мероприятии. Феномен Асиаты Смаиловны Караевой, он связан вот с этим стремлением к знанию. Все мы знаем выражение, известное, что знание – это сила, да, это выражение, которое принадлежит английскому философу, просветителю Фрэнсису Бэккену. И оно не такое простое, как кажется, оно тоже с двойным дном имеет и первый смысл, и коннотацию. Он хотел сказать этим своим высказыванием, что цель науки – это овладение способностью влиять на природу окружающую, а также очищение разума человека, как он говорил, от идолов. Он имел в виду всевозможные человеческие заблуждения. Ну вот, и, собственно, для этого требуются большие силы, усилия. И не во всякие руки должно попасть это знание. Что имелось в виду не во всякие руки? То есть человек, который обладает знаниями, который хочет передавать эти знания, он должен еще обладать определенными морально-этическими качествами. Ну вот, хоть я и говорю о своей маме, тем не менее, я все-таки скажу, что мне кажется, и как здесь все сегодня выступали на это, подтвердят мое мнение, что она сочетала в себе вот это вот знание, обладание знанием и вот эти качества. А мы все знаем, что когда одной составляющей нет, к чему это может привести человечество, да? Это стремление к знаниям, оно через всю ее жизнь прошло. Вот есть такие семьи и есть такие личности, судьба которых совпадает с судьбой времени, с судьбой того государства, в котором они проживают. Можно прожить на обучении, и тебя почти ничего не затронет. А можно жить так, что все, что происходит, все катаклизмы, все пертурбации, все, что происходит в стране, все проходит по твоей семье и по твоей судьбе лично. Вот это была такая семья, и это была такая судьба. Ничего их не миновало. И раскулачивание, и 37-й год, и война, и поселение, и возвращение. И послевозвращенческое время, которое было совсем непростым, везде и повсюду Асята Смаиловна, она проявляла свой характер, свою принципиальность жесточайшую, свою храбрость. Изучение жизни и творчества, видных деятелей науки, культуры и искусства нашей республики является одним из стимулов для дальнейшего развития и совершенствования нашего общества. Государственные национальные библиотеки для этого прилагают все усилия. Столетний юбилей Асята Смаиловны Караевой очень отрадно, что проводится в стенах Карачаево-Черкесской государственной библиотеки. В 95-летии Асята Караевой у нас в университете прошла большая всероссийская конференция с международным участием. И результатом этой конференции явился сборник научных трудов, который выпустила наша кафедра. И как бы наше ковидное такое тяжелое время, я хочу, пользуясь случаем, принести свою признательность и благодарность сотрудникам этой библиотеки, которые все-таки не посчитали нужным собрать и отметить эту знаменательную дату. В наше такое время вообще коллектив библиотеки действительно пытается ничего не пропускать, а сегодня я узнаю, что они еще и занимаются изданием книг. Это действительно благородная большая миссия. И библиотека по-прежнему, как говорится, создания, формирования, продолжает свою просветительскую миссию. Огромное вам спасибо. Всем успехов! Как об этом было сказано, проводит ежегодно декады литератур народов Карачаева-Черкесской республики. Каждый год мы эти мероприятия посвящаем различным датам. Например, в прошлом году они были посвящены 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этом году мы богаты, вы знаете, на юбилейные даты к столетию Карачаева-Черкесской автономной области и к столетию нашей библиотеки. Идет подготовительная работа к столетию Карачаева-Черкесской республики. Эта работа продолжается. У нас есть свои планы, свои мероприятия, которые нам надо будет выполнять и выполняем мы. Так, например, я хочу из этих мероприятий вычленить только один из пунктов и показать, какая работа идет в этом направлении в части исполнения мероприятий, связанных с столетиями Карачаева-Черкесской республики. Достаточно сказать, что в прошлом и в этом году наша библиотека выпустила 10 книг. Чтобы не останавливаться, не обращать, не останавливать ваше внимание, просто назову «Литературная Карачаева-Черкесия», где все писатели, поэты Карачаева-Черкесии, где ученый мир Карачаева-Черкесской республики, где поместили всех докторов наук Карачаева-Черкесии, где известные мастера искусств и композиторы, и артисты, и художники и так далее. Собравшиеся говорили, имя Сяты Смейловны Караевой широко известно в научных кругах народов России и Кавказа. Ее жизнь и творчество – яркий пример преданности избранному делу, трудоученого, бесценный вклад в сокровищницу культуры народов России. Кандидат филологических наук, член Союза писателей СССР, заслуженный деятель науки Карачаева-Черкесии. Более 50 лет она посвятила научной деятельности, стала основоположником карачаевской литературной критики. Асиат Караева внесла неоценимый вклад в развитие национального литературобедения, культуры и образования карачаевского народа. Помимо издания множества научных трудов, она участвовала в создании такого капитального труда, как «Семитомная история советской национальной литературы», «История дактябрьской литературы народов СССР», изданной Академией науки СССР. Все это сделало ее имя широко известно в нашей республике и далеко за ее пределами. На вечере памяти говорили – это была великая женщина, жизненный путь которой – достойный пример для всех в деле честного и добросовестного служения народу своей отчизни. Редактор субтитров А.Семкин